Никто не любит огорчаться неудачной покупки. Особенно большим разочарованием и потерей денег может стать плохо спланированное приобретение машины или квартиры. В этом обзоре представлен антирейтинг новых автомобилей, владельцы которых уже жалеют о своем выборе. Автомобильный сайт iccars.com представил интереснейшие материалы анализа по 5 миллионам сделок купли-продажи автомобилей. Около 2,7% всех машин, приобретенных новыми, их владельцы продают в течение года. За этот срок они успевают пробежать около 15-25 тысяч километров. Также обнаружен ряд моделей, от которых водители избавляются намного интенсивнее, от 7 до 11%, то есть в 2-4 раза чаще других. В данном образе можно узнать, от каких автомобилей владельцы избавляются, лишь немного поездив на них. Очевидно, что именно эти водители наиболее сожалеют о своем выборе. 6,9% владельцев Nissan Frontier продают свои пикапы после того, как поездят на них всего год или даже меньше. Аналитики iccars.com считают, что вопрос, какие автомобили водители продают чаще, напрямую связан с их качеством и с удовлетворением запроса водителя. 7,2% водителей Chevrolet Cruze продают свои автомобили в течение года после покупки. По словам главы iccars.com, покупка автомобиля – дорогостоящее мероприятие, поэтому большинство людей, если они недовольны, стараются заменить свою неудачную машину. Mercedes-Benz C-Class 7,4% владельцев Mercedes-C-Class продают свои автомобили после того, как поездили всего один год. Любой человек, покупая модель начального уровня от роскошного автопроизводителя, например, BMW X1 или Mercedes-C-Class, рассчитывают получить комфорт и динамику топовой модели марки. Но это далеко не так, и владельцы этих авто разочаровываются. Dodge Charger 7,7% владельцев Dodge Charger продают свои машины всего через год пользования. Все 7 автомобилей из этого обзора не входят в рейтинг самых надежных БУ машин. Их качество зачастую ниже, чем у конкурентов. BMW X1 Через год после покупки нового BMW X1, 7,8% владельцев уже продают свои машины. Наличие BMW и Mercedes-Benz в этом рейтинге доказывает, что водители не всегда довольны дорогими машинами и недовольны дешевыми. Просто младшие модели элитных производителей не обладают всеми качествами топовых моделей. Chevrolet Aveo, Chevrolet Sonic и Ravon Nexia 8,9% Chevrolet Aveo снова продаются в течение года после покупки у дилеров. Комфорт это то, чего не хватает во многих машинах, особенно самых дешевых, таких как Chevrolet Aveo. Ведь за те же деньги можно купить чуть более старую, но более комфортабельную модель. Opel Insignia и Buick Regal 10,7% владельцев Buick Regal продают свои автомобили после того, как отъездят всего один год. Конкуренты, такие как Lexus ES250 и BMW 320i, известны своими высококлассными интерьерами и комфортными сидениями. В то время как Opel Insignia подвергся критике в этом плане. Это две ключевые позиции, на которые обращают внимание большинство водителей. Это не так очевидно во время кратких тест-драйвов, но неприятно проявляется при длительной эксплуатации. Продолжение следует... Продолжение следует...